В России ежегодно 16 подростков из каждых 100 тысяч погибают в результате суицида. Такова официальная статистика. В каждом случае причины индивидуальны. Между тем начинают появляться так называемые игры в смерть. Правила прописывают закрытые группы в социальных сетях. Тему продолжит корреспондент Изолдана Татьяна Вахнина. По официальной статистике в России ежегодно 16 подростков из каждых 100 тысяч погибают в результате суицида. Эти цифры превышают среднемировые почти в три раза. Недовольство собой и ощущение собственной ненужности, разочарование и обиды на окружающих, романтика смерти и необъективная оценка жизни. Причин, приводящих к самоубийствам, немало. Смерть без лица. Так называют виртуальные игры в соцсетях, правила которых предусматривают уход из жизни. По предупреждению детских и подростковых суицидов в Алданском районе педагоги, психологи, медработники и сотрудники органов профилактики ведут комплексную работу. Запланировано проведение классных часов, встреч с подростками, проведение такого образа профилактической работы. За последние три года в Алданском районе ни один подросток не расстался с жизнью добровольно. Несколько попыток, которые все же имели место быть, удалось предотвратить. Попытки были, попытки немногочисленные. В общем-то, все они были завязаны на отношениях между подростками. В Алдане одна из последних суицидальных попыток произошла в последние дни зимы. Школьница, приняв решение расстаться с жизнью, выпила большое количество сердечного препарата. Девочку удалось спасти, ее жизнь вне опасности. Произошедшее имело большой резонанс. Факт породил множество предположений и версий. Девочка играла в синего кита. Так ситуацию объясняло большинство толков. Взаимосвязь этого факта с деятельностью какого-либо сайта или интернет-ресурса, пропагандирующего суицидные наклонности среднесовершеннолетних, пока не установлена. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан не оставаться равнодушными и не закрывать глаза на подозрительные ситуации. О фактах увлеченности детей и подростков сетевыми играми следует сообщать в отдел полиции или в инспекцию по делам несовершеннолетних.